Ей понадобилось три года, чтобы зажили шрамы на теле и в душе. Маленькая Аня потеряла маму во время обстрела Мариуполя и сама была ранена. Девочка прошла уже два курса реабилитации. Каждый четвертый ребенок, пострадавший во время конфликта на Донбассе, нуждается в полноценном восстановлении. Кто помогает в этом, расскажут наши корреспонденты. Это мышка, ее зовут Катя. Я сидела на стуле, началась война. Мышка меня спасла. Так Аня описывает события трехлетней давности. Мариуполь, они с мамой на кухне. На городские кварталы обрушиваются грады. Больше маму она не увидит. Позже ее, раненую, заберут в больницу. Тогда Аня так и не выпустила игрушку из рук. Она была вся в крови. Мы с этой мышкой ездили, вынимали осколок. Анечке, я говорю, может, нет, пускай эта мышка, она мне спасла. Сейчас шрамы от мелких осколков практически незаметны. Ей недавно исполнилось шесть. А сетя уже метр пятнадцать. Выросла уже. Валентина показывает фотографию невестки. Внучка так похожа на мать. Долгое время после трагедии девочка оставалась замкнутой, недоверчивой, часто болела. Все время звала маму. Все время. А где моя мама? А где моя мама? Я ей объясняла, что мама на небе. Она рисовала рисунки, ложила на окно и говорила, чтобы мама видела все это. Аня долгое время восстанавливала здоровье по специальной программе штаба Рината Ахметова реабилитация раненых детей. Я была в санатории два раза. Мне понравилось санаторий массажем. По самым разным оценкам, каждый четвертый ребенок, пострадавший во время войны на Донбассе, нуждается в длительном лечении. С первых дней военных действий на Донбассе гуманитарный штаб показывает помощь раненым детям. Помощь оказывалась лекарствами, проведением операций, а также средствами реабилитации. Многие из детей нуждаются в дальнейшем восстановлении, как физическом, так и психологическом. По этой причине два года назад был запущен проект реабилитации. За время работы программы лечение прошли уже 80 детей. Сейчас воспитатель говорит, что Аня совсем изменилась. Стала более жизнерадостная, веселая такая вот она как-то стала. Спасибо, огромное спасибо Ренату Альминовичу Ахметову. Никто не помогает, честно сказать. Как он помогает? Людям, детям. Сейчас Валентина готовит внучку к школе. Учит читать и работает над красивым почерком. Давай, бабушка, покажите. Давай. Наклон вот так вот делаем. С чтением у Ани пока не складывается. А вот стихи малышка запоминает быстро. Особенно, если они про бабушку. Обниму покрепче бабушку мою. Понимаешь, бабушка, я тебя люблю. Спасибо. Я тебя люблю, Аничка. Очень-очень. Юлия Меншакер, Ваксана Корчума, Евгений Икунин. Для Сегодня. Канал Украина.